На Семеновской набережной в Москве 11 ноября российские правоохранители остановили автомобиль, в котором находились четверо подозрительных мужчин. Российские СМИ передают, что в ходе предварительного осмотра у мужчин были изъяты огнестрельные оружия. В информации нет ни единого упоминания о гражданстве этих лиц. Вот как подана данная новость в российских СМИ. При осмотре машины под сидением было обнаружено два пистолета Макарова, а также около 20 патронов к ним. Водитель 1985 года рождения предъявил документы на машину марки Ауди А6, зарегистрированную на жительницу Дагестана. При личном досмотре у мужчины за поясом брюк нашли еще один пистолет. Уточняется, что все незаконные находки были изъяты на месте. Сотрудниками полиции пистолеты и боеприпасы были направлены на специальное исследование. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия. В данный момент по делу ведется следствие. А вот как разукрасили эту информацию армянские горе-журналисты. В Москве задержаны члены преступной националистической террористической организации в БОН. По выдумке армянских СМИ, задержанные могли быть из Азербайджана. Они так и пишут. Не исключается, что задержанные с огнестрельным оружием лица являются гражданами Азербайджана. И дальше, по всей видимости, эти четверо входят в БОН. Вы только обратите внимание на эти вводные слова. Не исключается, по всей видимости. Естественно, никто не будет вчитываться в эти мелкие хитрости армянских СМИ. Тут главное громкий заголовок. Вопросов много. Например, кто дал так называемым многострадальным авторам право называть молодежную организацию в БОН террористической? Естественно, никто. Цели ясны. Убрать единственную азербайджанскую организацию, деятельность которой вызывает головную боль у армян в России. Пусть ложью, пусть клеветой, можем даже пойти на самые низкие поступки, дабы очернить молодых азербайджанских студентов, которые защищают интересы своей страны в России. Как известно, активность азербайджанской диаспоры в России находится практически на нулевой отметке. Армяне в России делают все, что хотят. Организовывают мероприятия на тему «Карабах – это Армения». Прибирают к рукам практически все российские популярные СМИ. А тут появились те, кто не дает спокойно работать армянской диаспоре, за спиной которых никого нет. Азербайджанский журналист Фуад Аббасов, который долгое время проживал в России, рассказал всю правду о диаспоре Азербайджана в России и об организации в БОН. В БОН, что означает «во имя общего блага народа» – это организация молодых азербайджанских студентов. Эти ребята – одни из редких в России, которым небезразлична судьба азербайджанцев в этой стране. Они никого не бьют, никого не насилуют. В БОН включает в себя сотни азербайджанцев. Там нет ни единого человека, который был бы связан с криминалом. Там исключительно люди с нормальным мышлением. Их цель заключается в том, чтобы сделать хоть что-то хорошее для своей родины. У нас в России нет диаспорских организаций. Некому защищать интересы азербайджанцев. Как только кто-то берет на себя ответственность защитить Азербайджан и азербайджанцев, сразу попадает в поле зрения сильной и сплоченной армянской диаспоры, которая имеет каналы практически во всех российских СМИ. Им только дай сигнал, и они смогут превратить героя в мерзавца или наоборот.